Да, спасибо. Я сейчас включу экран, начну рассказывать. Примерно минут, думаю, 20-30. Ну, вот вопросы пишите, и вот в конце отвечу на них. Сейчас, секунду, открою презентацию. Так, так, видно? Так, сейчас я настрою просто свой экран. У меня тут несколько экранов. Мой опыт, на самом деле, я буду рассказывать немножко с другой позиции, чем предыдущая сессия. Я хоть и живу в окопоселении, вот в течение 10 лет, действительно, мы тоже в том числе уезжали. Но вот 4,5 года прожили постоянно. И сейчас вот, ну, скажем так, по полгода примерно. Но я буду немножко рассказывать с позиции, наверное, человека, кто занимается профессионально этим развитием. Потому что, в общем-то, мне так довелось. Вот давайте, да, представлюсь. Больше половины России, вот, наверное, с 3-4 года я езжу как бизнес-тренер. И вначале я занимался именно бизнесом, собственно, развитием предпринимательских навыков, консультированием компаний. Но в 16-м году попал в команду Ранхикс и моногородов. Занимался вот моногородами, если вы такое слышали. Примерно там 20-25% всех жителей России в малых городах. И, соответственно, вот перешел уже на работу с территориями. Вот я хотел вам рассказать здесь про то, как непосредственно, вот, отличие, вот эти 10 пунктов, отличие, и это может быть для вас чек-листом в том смысле, что, переезжая, вы посмотрите, что в территории происходит и как это развивается, да, насколько она отличается от того, что вы, в общем-то, хотите видеть. Ну, по, 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 собственно, даже, даже вот в этом году закончу очередное образование, Академия госуправления, собственно, профильная госслужба при президенте. Ну, в общем-то, вот так. Давайте, да, у нас есть книга обмена, туда тоже записывайте контакты, я просто напоминаю. Да, еще, может быть, вот в своем опыте эко-поселения, в 10-м году мы нашли вот поместье, я объехал, ну, порядка 15 эко-поселений, связался вот как раз с сайтом эко-поселения.ру, который демонстрировали перед этим, да, участники и соведущие. Вот полезная штука, действительно, обратите внимание. Плюс я уже еще около, наверное, трех лет веду группу по развитию поселений, по развитию территорий, прошу прощения, где, собственно, наверное, основная моя аудитория — это непосредственно муниципалитеты, и с ними вот активно работают. Вот, собственно, ключевой вопрос, что отличает развитые от депрессивных, развивающихся. И, собственно, основное, вот то, что я сейчас буду демонстрировать, это, скажем так, мой опыт взаимодействия, и в том числе я ездил, изучал практику развития вот сельских поселений методологии Евросоюза. В частности, съездил в Молдову, посмотрел, и вот уже через свой опыт, ну, более, там, 15-летней путешествий по стране и работы, плюс вот эта работа с госорганами, муниципальной, региональной власти, немножко федеральные органы исполнительной власти, я наложил вот на эту методику, собственно, наверное, вам ее продемонстрирую. Она скоро будет, я ее адаптирую, адаптирую для России, я ее, собственно, опубликую, выложу в свободный доступ. Если будет интересно, сможете ознакомиться. Ну, вот, собственно, какие проблемы основные малых территорий и сел. Вот 10 критериев я собрал, и вот на днях выложил в группу, мы обсуждали. В группе моей, там, более 4 тысяч человек уже, в общем-то, есть и хорошие, и признанные эксперты, и как Костя Гаранин, например, Дмитрий Черепков, который будет тоже сегодня выступать. И вот коллективно мы набросали вот эти 10 пунктов. Это, конечно, здесь перемешаны причины и следствия, но они, по крайней мере, дают какое-то представление о том, как это все устроено. Первое, ну, это сам отток и, прежде всего, молодежи. Ну, например, когда на селе закрывается школа, это беда, и действительно тогда село уже умирает. Да, недаром, что очень многие вот сейчас рассказывали о том, что они открывают школу, учат детей, создают условия, чтобы действительно семьи с детьми приезжали. Это первостепенно. Второе, это доходы, естественно, закрытие рабочих мест, инфраструктура. Я сейчас, давайте быстрее пробегу, вы сами можете это все прочесть, но то, что на важном, остановлюсь на много весьма слайдов, самое важное, наверное, то, что местные жители часто сами не видят. Ну, вот мы, работая с разными территориями, буду там в конце демонстрировать, какие именно, показывать слайды. Часто сам даже муниципалитет, администрация, местные жители, бизнес, они не видят собственных ресурсов. Вот мы то, что под носом, часто не замечаем. Следующее, что ключевое, и поселение, это тоже больная тема, у Ковчега это, слава богу, было хорошо. Это первое поселение, которое я посетил в 2010 году, и действительно, я писал в чат, уже вдохновился Федором Лазутиным. Ну, так у Ковчега, вот помните, он стал поселением официальным, а большинство и поселений, и, собственно, деревень, у них нет отношений с местной властью и, собственно, недоверия к ней и к самим бизнесам. Это одна из ключевых проблем. Следующее, то, что вот является, наверное, предыдущим, следствием предыдущего, то, что крайне неэффективно развивается экономика. Она либо сосредоточена вокруг больших агрохолдингов, либо, соответственно, проблема в том, что, ну вот, маятник по эмиграции, так называемые люди, едет на заработки, от этого все страдает. Вот. Непонимание нужд села, непонимание единой концепции. Часто, вы знаете, точнее, по закону Российской Федерации о стратегическом планировании, каждый муниципалитет имеет свою стратегию. Но это нормальная бумага. Чаще всего это так. И ничего, к сожалению, она не дает. Вот. Андрей, извини, а еще вроде не началось 13.00. Может быть, мы подождем сейчас, когда кто-то зайдет, чтобы тебе просто два раза не пришлось, чтобы два раза тебе не пришлось разговаривать одно и то же. Давай, ты знаешь, а я не вижу, к сожалению, чата, Дим. Почему ты когда-то не видишь чата. Я перестал видеть презентацию, да, я вот перестал видеть. Там как бы хитро можно это сделать. Да, хорошо. И я еще запустил Menti.com, обращаю ваше внимание, что вы можете через Menti.com задавать анонимные вопросы. Я в чат сбросил ссылку, можно зайти в дом. Тогда меня тоже держи на Menti, потому что когда я был как комментатор-участник, включив презентацию, я, к сожалению, не вижу общего. Если можно, я на секунду покажу Menti.com и обратно к тебе вернусь. Давай. Теперь я должен вспомнить, как это делается. Ага. Вы не можете включить демонстрацию экрана, поскольку демонстрацию экрана осуществляет другой участник. А, ну выключи мою демонстрацию. Выключи. Как тебя выключить? Чат, закрепить видео. А есть ли у меня такие права? Я вот не знаю. Сейчас ты можешь включить. Да-да-да, вижу, вижу. Да. Вот на секундочку, обратите внимание вот на этот экран. Наверху название сайта Menti.com и код 971019. Все это я сбросил сейчас в чат. Соответственно, вы можете воспользоваться. И я Андрею, наверное, раз чата нет, я буду просто выходить в эфир и говорить, Андрей, вот такой-то вопрос есть и так далее. То есть я буду, можно так себе будет прерывать. Или в конце. Договорились. Хорошо, тогда, да. Да, потому что... Тогда вот 13.01, можно, я думаю, уже начинать, в принципе. Хорошо. У меня, кстати, просьба. У тех, у кого есть камера, включите ее, пожалуйста, чтобы вас было видно, чтобы вот не рассказывать самому себе и диве. Это в очередной раз. Вот, это было бы здорово. Вот я чьи-то ноги увидел Бориса. Да, вот, спасибо. Потому что так действительно интереснее и как-то лучше контакт. Вот, звук лучше не включать, а вот именно видео. Так, я еще раз тогда демонстрацию свою запускаю. Давайте все очень быстро то же самое повторю. Так, так, так. Парри. Вот, есть. Я не открываю ее на полный экран, потому что тогда я вас не вижу. Надеюсь, так видно тоже, да. То есть, еще раз, это о критериях, которые помогают, наверное, отличить одно от другое. Это часть методологии, над которой вот эта европейская. Я сейчас работаю по адаптации, плюс мой опыт. Вот, наверное, большая часть регионов, которые я объехал. Поселение тоже, говорит, так, системно подошел, смотрел. И порядка, говорю, 15 объехал. В основном это было на юг. Воронежская, Липецкая, Тамбовская, Калужская, Тульская. Вот, говорю, первое это было Ковчег, второе было Меленки. Потом в Ковчег еще возвращался два раза, смотрел, что происходит. Потом вот действительно очень интересен опыт Ясно-Слободы. И вот сегодня я к Диме Черепкову поеду, я недалеко от него нахожусь, в пяти километрах. И вот это социократия тоже был на семинарах в Ясно-Слободе. Мне это производило впечатление. Даяна Кристиан, тоже семинары в Москве, по-моему, в 15-м году проходили очень интересные. Вот, потом тоже, по-моему, она приезжала, выступала для глав моногородов. Я тоже участвовал в этом, Сколково. В общем-то, вот такая история, там много всего, можно посмотреть. Ну, вот есть надо, я уже об этом говорил. То есть, главное, вот эти отличия. Проблематика, она говорит о том, что, наверное, ключевое скажу, чтобы не повторяться. Главное, что отличает села от эко-поселений, например, заключается в том, что у сельских жителей нет веры в того, что что-либо вообще можно изменить позитивную сторону. Их глубокое внутреннее убеждение, безотносительно говорят они об этом или нет, заключается в том, что вот мне бы на их место, горожан, уехать, и, соответственно, вот тогда я заживу. И я, конечно, говорю не за все села и за все там сельские поселения, но их видел действительно достаточно много, более сотни. Вот так или иначе мне пришлось работать. И вот когда я попал в прошлом декабре в Молдову, я видел, что там немножко ситуация отличается. И поэтому мне самому, ну, не один десяток методологий видавшему действительно это вот соблазнило. И я вот этим немножко стал заниматься. И дам потом ссылки на наши вебинары, они есть тоже в Ютубе выложены, вот с коллегой, который возглавляет национальную сеть в Молдове по этой методологии работающей. Вот, так давайте к проблемам еще раз. Ну, загрязнения жители не готовы брать ответственность. Да, вот об этом во многом говорили, если говорить именно о селах. В экопоселениях вот то, что действительно отличало, те, кто рассказывал, отличало то, что люди берут на себя ответственность. Вообще, я рассказывал о сборе мусора, о общественных там часах работы и так далее. Очень многие о школах. Это всегда есть. Вот если брать села, я рассматривал, кстати, такую возможность, когда собирался переезжать, но сразу ее отмел, да, побывав в нескольких селах, там этой инициативы никакой нету. Нету лидерства, нету доверия, взаимосвязей. Но вот многие экопоселения тоже, и наше вот не исключение, красивая сказка, живая картина, рядом славная, допустили ошибки, то, что мы не связывались с властью. Изначально не строили правильное отношение. Ну, вот в критериях дальше я об этом покажу. Ну, вот, собственно, наверное, основные проблемы. И то, что те, кто, вот, Дима Соловьев, когда начинал, рассказывал, он упоминал, что действительно, ну, Нью-Эйдж, и я дополнил, это прежде всего какие-то убеждения, с которыми люди приезжают. Неважно, это Анастасийство, это, собственно, Кришнаиты, это кто-то еще, но у них есть убеждение и вера. А вот на большинстве сельских территорий, муниципальных районов, городских округов этого, к сожалению, нет из опыта работы с ними. И вот, наверное, я о ресурсах уже сказал, каждый видит это по-своему. Мне приходилось, наверное, в большей степени даже не с малыми территориями, а с регионами работать, в частности, предположим, Алтай, Алтайский край. И вот часто даже правительство региона не видит своей возможности, пример просто приведу. мне пришлось убеждать, собственно, профильных министров в этом. Они на сессии проектной, которую мы делали, год назад проходили в Алтайском крае, они уверяли и рекламируют, если вы посмотрите Алтайский край, например, Белокуриху, как поездка на Алтай. Поездка, да, в Алтайский край, прошу прощения. При этом люди в Яндексе, в Гугле, если посмотреть поисковые запросы, они ищут отдых на Алтае. И очень пришлось убеждать большинство европейской части России, идентифицировать тех, кто отдыхает на Алтае, Алтайский край и, соответственно, Республику Алтай. Мне пришлось убеждать, ну, собственно, небезуспешно стратегию они поменяли. То же самое происходит часто на локальных территориях. Люди не видят то, как их воспринимают извне, свои ресурсы. Рекреационные ресурсы, например, планируя отдых или что-то еще. Или это часто, ну, вот, работал в марте только, в феврале. В Ульяновской области были примеры, когда муниципалитет не видел то, что у него есть, например, залежи чистейшего песка, кремния, силициума, оксиды кремния, соответственно, которые используют для высокочистого стекла. Тоже пришлось об этом убеждать, в частности, администрацию, показав выкладки. Вот, вот такие вещи. Что такое развитие территории в принципе? И что здесь важно? Здесь некоторые фотографии привожу свои, некоторые иллюстрации, вот, непосредственно уже действующих подходов. В частности, вот эта фотография территории, ресурсов территории из Молдовы. Вот, прежде всего, это должно быть направлено на конкретных людей и взаимосвязи. То, что их самооценка важнее показателей, и то, как они сами оценивают вот свою жизнь, как они, собственно, отвечают на вопрос, лучше стало ли хуже, это прежде всего ключевое. Понятно, что это связано с ресурсами, со связями. Больше всего успешны те территории, которые построили как можно больше связей с другими территориями. Ну, вот, например, тот же Дима Соловьев, тому пример, прошлый декабрь он пригласил, вот, собственно, проводил форум, на котором действительно собрались многие экопоселения, делились своими мнениями. Безусловно, это сыграло на руку самому развитию экопоселения, которые, соответственно, Дмитрий представляет. Основной двигатель территории – это всегда местные инициативные группы. Что в кругах социократии, что непосредственно вот в тех форматах, которые мы делаем с органами власти, бизнеса, населения. Это всегда местные инициативные группы, в которые входят все три стороны. Ну, представители трех секторов, собственно, самого населения, активисты. Это всегда бизнес, малый бизнес на территории, всегда муниципалитет. Само правило вот заключается в том, что невозможно, если муниципалитет не соглашается изначально и с ними установить контакт, то территория, скорее всего, опять же, неважно, это одно, два села или там сельское поселение или муниципальный район, они не развиваются. Если вот нету этой установки с согласия самого муниципалитета. Поэтому вот прежде всего надо выстраивать отношения с ними, потом, собственно, включать их в саму деятельность. Это такое есть понятие, соучаствующее проектирование. Только втянув их в эту работу, можно что-то получить. Вот еще две составляющих ключевых, собственно, сейчас сделаю так, чтобы было виднее. Это вот эта местная инициативная группа, которая состоит из разных стейкхолдеров, заинтересованных сторон. Это сама территория, и она должна быть связана к культурными особенностями, восприниматься цельной для жителей. И в этом смысле это может быть села, которые, например, ну не разделены каким-то географическим препятствием, да, наоборот, чувствуют свою культурную, территориальную, там, логистическую связанность. И это, собственно, некий план действий, который они разрабатывают, и как минимум работа должна строиться на 3, 5, 10 лет. Те планы, которые вот сейчас, к сожалению, в большинстве случаев реализовываются, вот, в институциональных органах госуправления, они рассчитаны на более короткий срок. Ну, собственно, работа идет. Этого, безусловно, недостаточно. Вот 10 пунктов, я, собственно, о них сейчас буду говорить, которые работают, и вот все они вместе. Это, скорее, не сумма этих пунктов, а произведения. Первое, это ключевое, что, собственно, вот эта компактная территория, которая компактности, под компактностью имеется в виду, с одной стороны, это достаточное количество людей, которые взаимодействуют друг с другом. С другой стороны, они ограничены тем, что можно до них, по крайней мере, минут за 10-15 доехать. Если разрозненность больше, выше, то территория обычно не развивается. Оно связано с собой идентичностью людей. Если люди воспринимают эту территорию как цельную, значит, она, скорее всего, цельная, даже если там какие-то географические несуразности. Вот пример здесь хороший, но не буду сейчас долго останавливаться, это вот 100 сил Бурятии уникальные. Сейчас они включены в практике ОСИ. Я тоже выступал ментором в прошлом году этого проекта. В Бурятии даже потрясающая вещь была. Глава, собственно, инициировал республики этот проект, но он не пошел, потому что люди пришли за грантами. Но когда вот коллеги, там Елена Шребон, в частности, начала говорить с селами, собственно, уже исходя из их бурятских ценностей, исходя из того, что, ну вот там Бурята, у них есть семь, скажем так, степеней воспринятия мира, освоения мира человеком, то, показав, что действительно можно сплотиться вокруг вот этой национальной идеи, потому что это национальная республика, то процесс пошел. То действительно сейчас они стали производителями для внутреннего туризма, в частности, ну, можно сказать, хотя здесь не совсем внутренний, монголы очень, это приграничные территории, приезжают и являются заказчиками их продукции. Потихоньку начала развиваться экономика. Гранты не дали, но вот их вдохновила именно эта идея, да, национальные особенности. То есть, первое, нужно найти вот это следующее звено. Второе, обязательно должны быть партнерства всех трех секторов, как я сказал, и невозможно, в принципе, построить развитие территорий в долгосрочной, если вы нелегитимны. Помните про школу вначале, да, то, что коллега рассказывал, он просто, его когда спросили относительно, а зачем лицензия? Ну, вот потому что с лицензией лучше. Здесь никаких вопросов. Все вот эти заинтересованные стороны от всех трех вот этих секторов важно. Вот вы много говорили, да, последний спикер говорил о ТОСах. Я знаком с главой Союза Воронежских ТОСов, с главой ТОСов Буряти, это самые сильные в России ТОСы, и главой Ассоциации всех ТОСов России, АТОС, Ассоциации всех ТОСов. И вот ключевое, в ТОСах есть вот эта задумка, вот там не хватает одного сектора. Одного сектора, это, собственно, предпринимательского сектора. ТОСы созданы для того, и есть хорошая книга по ТОСам от коллеги, кстати, из Воронежа. Она в открытом доступе, в группе я ее не раз выкладывал, два раза уже выкладывал, в открытом доступе, президентскому гранту написано, где вот вся технология описана. Но там, к сожалению, вот этого предпринимательского сектора не хватает. Хотя все вот остальное верно, потому что ТОСы были созданы для так называемого называемого инициативного бюджетирования, рекомендованного Всемирным банком в свое время, чтобы люди сами дополняли бюджеты муниципалитетов, делая свои, например, детские площадки, школы и так далее, благоустройства. Вот это второй принцип. Посмотрите, третий принцип. Инициативы должны исходить снизу. Никак иначе. Ну, здесь фотографии как из Молдовы, так и работы моей в Башкирии. Мы подключали школьников по разработке стратегии территории муниципалитета, в частности, подключали сессии, проходили там порядка на 150-160 человек, где в течение трех дней они вырабатывали видение, вот этот стратегический план действий, и обязательно участвовал бизнес. Мы даже разделяли на четыре составляющих. Крупный, градообразующий, средний, малый, микробизнес. Вот это все весьма важно. И местные жители, они являются держателями фактически стратегии, если она разработана от них. И они, собственно, сами контролируют ту реализацию. Ну, в ТОСах, вот в самой системе это хорошо прописано, в книге по ТОСам. То есть ответственность и право у жителей. Никакой вот глава района или там, тем более региона, министерство не спланирует развитие территории, как это могут сделать жители. И вот, ну, собственно, очевидно. Следующий момент, что местное самоуправление, фактически, или местное управление, потому что самоуправление уже занято, это муниципалитеты, фактически сами местные жители отвечают за то, что идет, как идет реализация проекта. По сути, как каждый может реализовать проект, предложить на сообщество, оно либо одобряет, либо нет, так и каждый может участвовать в реализации проекта. Вот тоже ясная слобода, что нам рассказывают. И каждый может контролировать реализацию этого проекта. Пятый момент, системность. Невозможно развивать что-то отдельно. Всегда это комплекс. Ну, вот в экопоселениях обязательно это школы, это дороги, это связи с властью, это, собственно, само сообщество, общий дом, общие проекты. И всегда вот этот комплекс работает. Если что-то брать отдельно, к сожалению, оно перестает работать, не реализуется, потому что перекашивает. И находит сами местные, ну, вот очень хорошо работает, когда действительно поощрение потребления собственных продуктов, местных брендов потихонечку, делается зонтичный бренд на территории. Ну, вот пример такой приведу. Это тоже из проекта «Сто сел уникальных Бурятий». Собственно, разработали местный бренд баранины. То же самое встречал в Туве, вот когда я консультировал, летал в Туву. Нигде такой вкусной баранины не ел. Фестивали проходили. Вот только с подсказкой они смогли сделать, собственно, увидели, что у них баранина. Вот, собственно, то, что они каждый день едят, это нечто, что может привлекать других. Да, вот такие вещи. Шестой момент – это сетевые сообщества. Сеть, она работает только тогда хорошо, когда она и вовне, и вовнутрь работает. И, соответственно, это связи как с локальными сообществами внутри, например, поселения, небольшой территории, так и вовне. Потому что никто не знал об этих бурятских селах, а сейчас, ну, собственно, они в повестке, в том числе и региональный, и федеральный звучат. Пока они сами не вышли, не стали, не организовали по одному менеджеру, СММщику в каждом селе, не стали о себе писать, публиковать, собственно, делать свои фестивали и так далее, и так далее. Вот эта информационная открытость – это то, что позволяет действительно быть на слуху и позволяет тебе привлечь внимание ресурсы. Седьмое – это то, что необходимо использовать инновации. То есть смотреть, по сути, инновация, да, затасканное слово, но вы должны смотреть, что делают ваши коллеги, партнеры, конкуренты-тире, и должны просто брать лучшее. Это лучшие практики, это бенчмакинг. Когда вы сравниваете себя с другими, смотрите, как это делают и реализовали уже другие. Это, собственно, вот в подходе, который я сейчас изучаю, адаптирую, прежде всего это коучинговый подход. Территорий хотя бы полтора года нужно вести, ну, скажем, фасилитировать ее, фасилитировать отношения власти, бизнеса, общества, иначе ничего, к сожалению, не получается, все разрушается. Восьмой момент – то, что только это процессный подход, то есть это не… он состоит из разданных стадий, нет какой-то конечной точки. Революционные изменения, которые пытаются принести на территорию, чаще всего не работают, потому что к ним не готовы жители. Если, соответственно, жители не готовы, то это не будет воспринято, не будет интегрировано непосредственно в саму суть того, что вы хотите изменить на территории. И вот, наверное, девятое – это то, что сами жители, все вот соединенные через… обычно как? Сам подход реализуется через сессии, которые происходят один раз в 3-4 недели, но каждая сессия посвящена своей теме. Каждая сессия, соответственно, готовится и определенным образом, как внутри самой территории, так и извне. И вот если не договорятся об общем видении, не придут где-то там на 3-4 сессии к возможности действительно построить, вот что они хотят и ради чего они действуют на территории, к сожалению, ничего не происходит. Но это тоже кто-то сегодня говорил про то, что здесь не работают догмы. Один раз создав и договорившись, какие-то правила, видения, не бойтесь их менять, если ситуация изменилась. Передоговариваться. Ну, например, действительно, вот у нас было изначально договоренности в поселении, такие вот, не выращивать на убой, не заниматься, собственно, животных, не заниматься этим. И потом, когда мы поняли, что это тормозит развитие многих поместий, мы отказались от этого принципа. Собственно, вот это тоже важно. Вы берете и передговариваетесь, если это не работает. И вот то, чего не хватает именно у сел, у сельских поселений, вот то, что действительно им мешает очень сильно развиваться, это отсутствие вот веры и общего видения. Так, это что такое? Коллеги, промодерируйте, пожалуйста. Появляются надписи какие-то неприличные. Вот. Если вот этого, соответственно, нету, то поселение не развивается, территория не развивается. И базовый принцип, нулевой, который лежит в основе всего этого, это вот об этом тоже сейчас очень много говорили, и все, наверное, те, кто здесь выступает, являются примером этого. Это семейные ценности. Семейные ценности – это базовая вещь, которая на территории… Здорово, бандиты! Так, ребят, удалите, пожалуйста, участника iPhone. Если вот эти семейные ценности не… на территории не воспринимаются, в частности в селах мы сталкивались, вместо семейных ценностей идет подмена того, что, ну вот, скажем, хорошо собрать компанию, выпить, семья – это вторичный и так далее, идет развал общества, да? Вы должны прежде всего… Так, коллеги, пожалуйста, промодерируйте надписи. Дим, Дим, включись. Видно меня? А где это? А где это? Я просто не вижу. Ну, боты какие-то появились в чате. А кто именно? Назови название, я не могу понять. Айфон. Айфон, да вроде нет его уже. Слушайте, здесь надо выйти и зайти по паролю, иначе не получится. Надо всем выйти, заново зайти, введя пароль, потому что это будет проблема. Вопросы выйдем, зайдем, если будут продолжаться. Да, но все это придется. Вот, хороший пример именно таких ценностей, помимо экопоселения, еще раз, вот я стараюсь об опыте экопоселения не очень говорить, потому что, ну, есть другой опыт, тоже весьма большой. Вот я встречал работы с Башкирией, Татарстаном. Вот сразу видно, когда… Да, Белгородчина тоже во многом. Когда ты пересекаешь границы этих регионов, приезжаешь в их села, то, ну, много чего ты видишь по-другому. Опять же, некое поселение, я говорю. Вот, в частности, здесь в картинке, вот фотографии оттуда и поместил. То есть, где приоритет семьи, где приоритет общины, где приоритет своих. В любом случае, как это ни странно звучит, но развитие территории, это всегда лоббирование своих интересов, это всегда приоритет своим, своим продать дешевле, вовне дороже. Это всегда и экономика. Это всегда то, что действительно вас отличает от других. Ты всегда позиционируешь своих ближе к себе. Ну, вот примерно так. Так, то есть, сейчас ничего нельзя сделать с этим, да? С матом. Хорошо. Оп. Коллеги, что делаем? Выходим и заходим заново? Слушайте, а я вообще ничего не слышу. Ты не слышишь? Ну, а ты... Какого мата? Не вижу и не слышу никакого мата, ничего. Это как-то к тебе, что ли, приходит? Нет, у меня... Да, у меня тут все нормально. Ладно. У меня тоже чистый чат. Ну, хорошо. Слава Богу, я понял. Вот, собственно, 10 пунктов. Я хочу теперь, да, либо ответить на вопросы... Приведу примеры очень коротко и отвечу на вопросы. Ну, вот первое. Я даю ссылки, где можно посмотреть. Да, вот наши разговоры по этой теме. Фактически, система лидера, она родилась в 90-м году, в 1990-м, в Испании, Франции и распространилась сейчас все страны Евросоюза в этом участвуют, это развитие именно сельских территорий через партнерство власти, бизнеса, общества. Вот я привел сейчас, скажем так, адаптированный для России тезис. Например, что здесь адаптировано? Вот в этой методике в Евросоюзе не стоит вопрос веры. И веры в то, что действительно территория может жить. А у нас, к сожалению, этого не хватает в России, в том смысле, что сами сельские жители в это не верят. И вот только при внесении какого-то опыта, ну, вот нового бизнеса, горожанам, эко-поселения рядом дает какую-то возможность развиваться и селу непосредственно. Вот сказать из-за Тулеветер часто. Ну, вот то, что она ведет форумы по воскресеньям, тоже вот об этом идет речь. Следующий момент, то, что, ну, вот это отличие, скажем, чтобы я вам как пример показал, России и стран там, и Евросоюза, хотя Молдова не входит в Евросоюз, там тоже сейчас вот эти уже четвертый год идут, эти процессы. И, соответственно, еще ключевое отличие, которое у нас, у нас нет, а у них есть, это последовательность. К сожалению, при изменении местного главы муниципалитета, предположим, или там какого-то маленького микрооллигарха, все сильно меняется. Вот этот механизм, который из этих ценностей пытается обеспечить устойчивость этого, когда местная инициативная группа, МИК сокращенно, является, собственно, держателем стратегии. Да, вот вам примеры покажу. Да, собственно, вот здесь это все есть, потом покажу. А непосредственно примеры, ну вот да, Туймазы, сейчас не буду об этом останавливаться. Ну вот Ковчег, да, Ковчег, безусловно, но сегодня уже много опыта было, рассказано, поэтому тоже не буду останавливаться. Хорошие примеры, что делает фонд Тимченко и Потанина. Это культурная мозаика, здесь один из этих примеров показываю, вот по ссылке можете найти методичку. Я сам был и смотрел, и, собственно, выступал год назад, в июне прошлого года, в Тойтме. Это малый город, меньше 10 тысяч, в Вологодской области. И вот там действительно работа с сообществом, работа с, когда администрация, ну, пример, действительно, открытости, когда малый бизнес тоже вовлекается в эти процессы, именно малый бизнес ключевой, да, потому что они жители этой территории. Хороший пример Волоколамска. По всем этим ссылкам есть, собственно, ну, видео, те или иные материалы, по которым можете подробно познакомиться. Волоколамск, в этом смысле уникальный пример, я его курировал в прошлом году, как, собственно, консультант агентства стратегических инициатив, и видел, что, ну, вот за период общественный представитель, да, собственно, который возглавил проектный офис, не чиновник, привлек на данный момент около, Волоколамска, да, это 30-тысячный город, небольшой, где, собственно, повестка свалок была актуальна, вот они за последние три, ну, даже нет, два, два с половиной года привлекли на территорию около 900 миллионов инвестиций, вот, не государственных, частных инвестиций в развитие инфраструктуры, в развитие, там, театров, музеев, ну, собственно, благоустройство улиц, очень хорошая вещь, ведь, кто-то тоже говорил, как воспользоваться этим программами развития, ну, вот непосредственно у них в этом проектном офисе, их муниципальном, существуют, собственно, люди, кто отслеживает постоянные конкурсы, тот же Минстроя, предположим, на благоустройство, и потом через муниципалитет, не сам муниципалитет, именно общественники это делают, они это подают, в частности, вот, они выиграли грант, там, Воробьева, и, собственно, на благоустройство, и так далее. Интересно будет, посмотрите опыт, наш разговор там с Федором Степановым, тоже очень открытый человек, вот это то, как они меняют свой центр. 100 сел Бурятии, уже приводил пример уникальных сел, Елена Шеребон, можете посмотреть, с ними связаться. Ну, вот, примерно вот так все это происходит. Здравствуйте. Регионы, где это было, Байкал на прошлое, в прошлом году, Алтайский, Края, Кемеровская область. Собственно, наверное, вот основное, готов ответить на вопросы, и понимаю, что это может быть чем-то непривычно, сумбурно, ну, вот будет презентация, я полностью выложу, плюс материалы есть, плюс вот в Минтикоме тоже можете писать вопросы. Есть это, я привожу QR-код, это доступ к группе, она закрыта на самом деле, группа развития территории, но там вот, собственно, эти все видео, там материалы, в том числе и книги по ТОСам, размещаю. Вот, пожалуйста, Дим, ты промодерируй, есть ли какие-то вопросы, потому что я не вижу сейчас чата. У меня нет прав, к сожалению, вот если нам организатор может дать права, я тогда закрою, я вот рисунки всякие не могу брать. Ну, ты видишь, да, что происходит? Да, я понимаю. Да, ну, я сейчас выключу трансляцию просто, сам, да? Ага, ну, все. Все, отлично, все, теперь они исчезли. Коллеги, с точки зрения, как вопросов относительно поселения, ну, наверное... Еду в магазин Гучи в Санкт-Петербурге, грыжа, она жрет. Так. Давайте мы будем блокировать микрофоны. Поднимайте руку, кто готов спросить, включайте видео и... Пожалуйста. Да, мат виден, это я... А, вот, все, теперь я вижу чат. Можно ограничить доступ. Так, это все по поводу... Пу-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Да, я богатую ее. У меня денег много. Пу-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Как убрать-то, господин... Так, я удаляю просто участника. С Zoom'ом такая проблема, потому что мы проводим, в том числе с органами исполнительной власти Zoom'ы, мы максимально выключаем все возможности участников. Да, все, я тоже выключил. Да-да-да-да-да-да. Вот. Если вам интересно, если вы эко-поселение, либо собираетесь ими стать, вот повторю, первое, налаживайте связи с местными сообществами, государственной властью. Мы с Димой Соловьевым, вот как раз на его фестивале в прошлом году, непосредственно я с Димой работал, вот, Дим, может быть, ты рассказываешь этот опыт, когда мы с тобой разбирали заинтересованные стороны у тебя, да, и, собственно, каким сайтом ты сам пришел, вот о нашей с тобой работе в прошлом. Ну, там было случай общения с органами власти достаточно высокого уровня по оригинальным меркам, и была не совсем понятна вообще мотивация, ну, то есть, изначально меня пригласили, да, на эту встречу, чиновник достаточно высокопоставленный, и мне не было совершенно инструментов понять, что он хочет, потому что я впервые в жизни встречался с этим чиновником, и, ну, как-то, в общем, наши обоюдные ожидания не были удовлетворены. И, собственно, вот на форуме «Устойчиво развитие поселения» мы с Андреем обсуждали этот случай, и, скажем так, есть какая-то определенная матрица интересов, которые нужно предварительно изучить, узнать, чтобы встречаться и уже быть в курсе, как предлагать, как вообще в чисто психологическом плане работать с такими управленцами. Ну, вот если вкратце, да. Карта стейкхолдеров, да, инструментов, заинтересованных сторон, их интерес. Дело в том, что почему мне близко одновременно позиции… 50 килограмм, да. …экопоселенца, и предпринимателя, и чиновника. Ну, вот сам Академию закончил, долго работаю, ну, вот уже там три года работаю с главами моногородов, министрами региональными и так далее. Мне понятны их позиции. В этом смысле я могу это консолидировать и объединить. Вот это интересно. Вот, наверное, так. Еще, коллеги, вопросы, мнения. Могу… Кстати, Дим, а было видео записи, может быть, ее разослать участникам или вот поделиться как-то, как, когда мы с тобой это делали? Да, эту часть, да, 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 конечно. Конечно, если будет запрос, то можно это сделать. Пожалуйста, есть видео того, как это было непосредственно. Я сейчас попробую, вот пока у нас есть, там, полчаса найти YouTube ссылку и прислать в чат прям. Да, я сейчас все-таки услышу еще раз воспроизвести презентацию, потому что там есть материалы, я выключил вот из-за вот этих проблем. Давайте попробую. И несколько моментов еще тогда вам покажу из своих вот размышлений относительно развития территорий. Здесь, не знаю, знакомы ли вы вот с таким экспериментом. Вселенная 25. Видео много достаточно в сети есть. Собственно, он был повторен и так далее. Не раз смотрел. Дим, видел, нет? Нет. По-моему, ты что-то говорил, просто сейчас, да, сейчас не вспоминайте. Да, вот то, когда этот эксперимент очень хорошо иллюстрирует, ну вот для меня лично, хорошей метафорой является города, деревни и, скорее, их стремлений. Вот в чем заключался суть эксперимента? В куб такой 2 на 2 на 2 метра сделали максимально комфортные условия для мышей. Ну, собственно, у них была вода, питье, экскременты убирали вовремя, температурный режим, все-все-все. И туда поместили, собственно, по-моему, 4 пары абсолютно здоровых, сильных мышей, которые неограниченно могли плодиться. И что стало происходить? Популяция очень резко стала расти, быстро, и, соответственно, достигла определенного пика. Но когда стало им тесно, то начали выявляться очень агрессивные... Чечнец Сила, Ахмад Сила. Я из Чечни. Меня зовут Алан. Я чеченец. Коллеги, так, Александра удаляем. Какой? Эй, я... Алло. Так вот, очень ясно стали проявляться такие склонности, как, например, стали разрушаться пары, которые были до этого успешны при определенной плотности. Появились так называемые красивые. Это мыши-самцы, которые отказывались, собственно, вступать в семейные отношения и которые стали, соответственно, взаимодействовать вместе. Самки, наоборот, ушли с детенышами и стали очень агрессивны, не подпускать самцов. И в итоге, но эксперимент достаточно долгий, в итоге сообщество все умерло. Вот оно исчезло при самых благоприятных условиях. На мой взгляд, вот этот эксперимент, этот Вселенная-25 является в каком-то смысле... Там много всяких этапов проходило само сообщество. Оно пыталось договориться, как это ни странно, да, для мышей, может быть, звучит. Но вот это хорошая метафора того, что происходит. Есть определенная плотность и оптимальность для жизни. С одной стороны, если слишком разряженный пространство, например, вот сельские территории между Питером и Москвой, за век разряженность в пять раз увеличилась. Если брать начало 20 века и, собственно, начало 21 века. И это тоже может быть не очень хорошо. С другой стороны, плотность где-то крайне сильно увеличилась в городах. Вот есть некий оптимум. Мы понимаем, что если от дома поселение, например, более 100 метров, то зимой тяжело дойти. Вот такие какие-то простые эмпирические правила начинают работать. И вот это все используется, скажем так, вот в этих форматах, над которыми идет работа вот в этой методологии. Что меня в свое время вот самого поразило, вот если к Ковчегу вернуться к своему опыту, то, что действительно, вот мы с женой, это в 2010 году впервые приехали на майские праздники, соответственно, семинар, по-моему, по строительству, Федор Лазутин. Но вот что нас поразило, помимо самого Федора, это дети, которые действительно были неограничены, которые самоорганизовывались, которые сами находили себе место, занятие и интерес. И они были действительно независимы, свободны и очень сильно творчески. И когда мы возвращались, помню, еще тогда на электричке, да, непосредственно в Москву, как-то вот созрело это решение переехать. И вот стали просто искать те способы, возможности. И уже, по-моему, через месяц мы нашли то место, где сейчас живем. Но потом, сомневаясь, все лето понадобилось, чтобы объехать все остальные места и посмотреть, где что как было устроено. Вот поселение.ру используя этот сайт. И интересно, если, ну, мы строили там, скажем так, в Москве до 2010 года такую карьеру, то, наверное, в эко-поселение переехав, действительно сменились приоритеты. У нас появилось четверо детей. Мы действительно, вот, собственно, построили дом, там, посадили сады. И меняется сам фокус внимания. Да, потом мы вернулись в 2016 году, когда поняли, что уже это важно для детей, важно для того, чтобы действительно, вот эта социализация. И мы стали находить баланс. Вот сегодня, когда в Минтиком было голосование, если вы помните, относительно какую позицию жить в городе, переехать в деревню или там баланс. Вот я за баланс. Для меня сейчас как нахождение личной позиции только в городе, так и только в деревне является, ну, скажем так, нежелательным. Скорее, у меня даже тройной баланс. Плюс я еще, ну, до коронавируса примерно треть времени еще провожу в самолетах. И вот летая по стране, работая с муниципалитетами, с регионами, вот, с территориями. Вот откуда, собственно, вот эти некоторые наблюдения. Что еще, наверное, ключевой момент в развитии территории, это, конечно, вот сообщество, его самоорганизация. И вот тут разные варианты относительно правил, относительных изменений. Очень аккуратно с этим нужно быть. И, безусловно, большинство либо единогласно, ну, либо большинство должно их принимать. Мы, в свое время, допустили определенные ошибки вот у себя в красивой сказке. В отличие от славного или там живой картины, живой картины, вот, которые рядом поселение, у нас собственность. И, получив собственность, мы не могли влиять практически на принятие решений собственников, принимали кого угодно. Ну, собственно, автоматически. И тоже сообщество становилось такое, что, ну, скажем так, мы могли в большей степени влиять, как ковчег или миллионки изначально. Тоже, но пройдя эту стадию, мы уже не можем вернуться назад, и нужно что-то делать новое. Вот, наверное, такие наблюдения. Дмитрий, есть ли какие-то... Я не вижу сейчас, так как я включил презентацию. Давайте я выключу чат, вопросы. Да. Я вижу, вот здесь кто-то поднял руку. Да. Есть вопросы в чате. В чате есть вопросы от Сильвии Гомановой. Да. Как вы считаете, насколько термин «Экопоселение» является объединяющим, и насколько важны проблемы самоидентификации? Ну, первое, насчет вот «Экопоселение» или как это называть. Вы знаете, здесь же вот этот принцип... Здорово, бандиты! Так, принцип номер один заключается в том, что то, что близко людям, и то, что их сближает. Если мы говорим о термине для конкретной локации территориальной, то вот пускай люди на этой локации сами выберут то название, которое им ближе. «Экопоселение» или как-то иначе «Родовые поместья» непринципиально. Они должны выбрать то, что им ближе, договориться между собой. Если с точки зрения в целом страны, региона, то, наверное, ближе всего действительно «Экопоселение». Да, вот как-то уже устоявшийся термин, это уже исторический. Вот прежде всего так. А насколько важны проблемы самоидентификации? Ну, тут не проблема, наверное, а, собственно, вот эта задача крайне важна. Если нет вот этой... Да, почему? Вот такое еще мое наблюдение, так как порядка 52, по-моему, региона. Вот национальные республики и национальные муниципалитеты значительно могут круче и быстрее объединиться и что-то сделать. Вот я приводил пример Башкирии, Татарстан. Тува – самая последняя из регионов сейчас по уровню жизни и так далее. Но зная тоже и ездят там, я понимаю, что они могут сплотиться и выполнить задачу. И в одном смысле немножко вот эта самоидентификация действительно важна. Да, Хакасия, предположим, вот я вспоминаю сейчас. А, например, условно, там Свердловская область, да, или Красноярский край. Нечто большое, но вот им сложнее найти общую идентичность. Это крайне важно, и на маленьких территориях особенно. Андрей, так, я читаю дальше. Андрей, ваша схема баланса очень откликается. Мысли действуют аналогично. Спасибо за ваш опыт. Вот, коллеги, я советую, Дим, если можешь, чтобы я не скидывал, не включал презентацию, скинь ссылочку на группу, там можете это найти. Вот, и, соответственно, какие-то материалы. Я очень много последние два месяца говорю с главами муниципалитетов и городов. Мы просто включаем видео и с ними общаемся. Вчера я общался с главой одного из муниципалитетов Кемеровской области. Два дня назад мы говорили с одним из муниципалитетов Удмуртии. Ну, стараемся их понимать и включаем всех, тоже, кто хочет это обсудить, и видео там есть. Да, давайте я дальше зачитаю. Спасибо большое. Андрей, еще пришли вопросы, да. Да, Дим, зачитай, пожалуйста. Ага, там я немножко перескочу, потому что Сильвия дополнительно уточняет свой вопрос. А идентификация именно с сообществом экопоселений. То есть, тут вопрос еще про создание внутренней сети взаимодействия. Не понял. Внутри самого поселения? Внутри сообществ. Вот есть экопоселения по всей России и по всему миру. Насколько взаимодействие внутреннее? Вы знаете, ну, мне кажется, вот такие мероприятия, как, например, опять же, Дмитрий Соловьев устраивал в декабре. Но вот нужно, первое, иметь инструменты как личного контакта, так и сетевого. Вот то, что мы с Димой взяли вот это «Есть надо» разработали, это, собственно, один из инструментов. Да, попробуйте, если вы туда… Но всегда нужен человек, кто этим будет заниматься. Вот я не знаю, опять же, там готов ли Дмитрий этим заниматься. Я, например, не готов вот с сообществом, так как Дмитрий консул, возможно. Здесь нужно взять инструмент, взять ответственного и, собственно, в том, чтобы был интерес, который нас объединяет. Вот примерно про это. Если говорить о каких-то технических инструментах, я могу долго рассказывать, как фасилитатор профессиональный, но я думаю, это не эта тема. Вот встретиться, найти, вот в общем пространстве вот эти… Вчера, кстати, у Кати Затулеветер, я был на… Ну, собственно, самой Кати не был, она организатор в воскресенье чаепития. И вот они там искали тоже общие темы, общие идеи развития села. По-моему, так звучала вчерашняя встреча. Вот, вот понимаете, нужно для этого встречаться. Но, честно говоря, очень тяжело работать с большим количеством людей. Видите, нам приходится выключать. Ну, то есть, вот тут нужно продумывать инструменты. Дим, следующий вопрос. Да, я могу прокомментировать, конечно, мы книгу знаний, книгу обмена, которая появится сегодня, разумеется, в рамках «Союза экопоселений» просто просмотрим и поймем, куда дальше двигаться. Дальше вопрос от Дарьи Рудь. Спасибо большое за выступление. Расскажите подробнее про коучинг поселения. Пожалуйста, какие компетенции нужны для коуча команды? Что должно происходить в ходе такого коучинга? И может ли это стать отчуждаемой технологией? Может, да, технология. Ну, вот если интересно, если вы Анну Черневу найдете в Фейсбуке, или вот мои видео с ней, мы с ней записываем. Мы, кстати, познакомились с Анной Черневой на живых городах. И Дима был при этом ровно год, ну, да-да-да. И она приехала, чтобы выступить. Ей, к сожалению, слова не дали. Но мы познакомились и прямо там на живых городах записали видюшку. И так сложилось, что я и еще 5, по-моему, 4-5 человек, мы поехали в Молдову в декабре. Самое интересное, что со мной поехали, в том числе, собирался ехать глава одного из городских округов, замглавы по экономике. Им это реально было интересно. Вот. И, ой, спасибо. И, соответственно, если говорить о технологии, вот эта технология, она отчуждаема, но очень важный момент. Изначально, если интересно, могу методичку скинуть. В группе она, собственно, выложена. Их опыт. Но сейчас я говорю, делаю адаптацию. Какая вещь? Важно включать власть. Ну, вот, например, я общаюсь и пытаюсь это тоже вот на федеральном уровне, Конгресс муниципальных образований, ассоциация, которая объединяет все муниципалитеты. Я с ними разговариваю, да. Я пытаюсь разговаривать с главами. И важно здесь институциализация этого органа. А если говорить на вопрос, какие компетенции важны для коучинга, первое, это принятие того, что есть. Коуч ни в коем случае не навязывает, он слушает и пытается именно... У меня есть один слайд на этот счет. Давайте я просто открою, пока говорю. Пытается именно управлять процессом, но не содержанием. Ну, и тоже, даже само управление процессом, он тоже передает на уровень вот самих участников постепенно. Пример, чтобы не быть голословным. Как? С одной стороны, он учит проводить встречи и делает отчеты. Например, с первой встречи он передает уже вот эту функцию секретаря кому-нибудь из участников. Правит этот отчет. Потом делает второй, третий. Ну, то есть, он вводит какие-то навыки проектного управления в самом начале. Я сейчас покажу. Да, вот эта схемочка есть, она тут маленькая. Где-то она у меня есть и большая. Это про то, что процессы содержания. У меня тут много чего, что я не показывал. Но да, по-моему, схемка все-таки здесь маленькая. Вот, вы всегда учитываете вот то, чего мы не забываем в нашем обычном общении. Мы все время говорим о теме, результатах, фокусе на участников, информация. На самом деле, есть большой блок, не менее важный, как мы это делаем. Вот как организовать встречу, как сделать так, чтобы она была результативной. Вот коуч занимается вот этим, плюс отношения, плюс его задача сделать так, чтобы возникло доверие весьма вообще разорванной аудитории, когда там есть представитель муниципалитета. И вначале это глава должен быть, первое лицо, да, создать это. Там должен быть бизнес, там должны быть представители, вот, ну, собственно, самих жителей или экопоселения. Вот, собственно, вот так. Это вот о компетенциях, надеюсь, ну, вот ответил. Если нет, я вам пришлю, у меня есть кое-что прописанное. Да, Андрей, у нас немного времени, да, и еще несколько вопросов. Как вы видите тренды будущего? Например, если пользоваться терминами предыдущего докладчика, видите ли вы тренд поселений третьей волны? И в чем его специфика? Знаете, мне тоже хотелось верить, что ковид ведет к тому, что люди перебираются. На самом деле, тенденция противоположная. Нет, люди из города перебираются на село, такая тенденция есть. Но еще больший тренд, люди еще больше поехали в Москву из сел. Это уже данное исследование, я просто смотрю. То есть, да, землей будут интересоваться, но те, у кого есть средства потихонечку перебираться. Но вот опять же, сельское население, бедные регионы, они еще в большей степени потянутся к крупным городам. Поэтому тут вот такие противоположные вещи работают. И то, и другое. Да, и вот тренд, опять же, больше в города, сильнее, наоборот, с вирусом стал работать. Это факт. Уже то, что мы видим. Еще момент. Какие еще тренды? Безусловно, ну вот, сила сообществ. То, что сейчас происходит, вот, ну даже, скажем так, в обсуждении конституции, в голосованиях, в соучаствующих... А, кстати, вот мой диплом в феврале был посвящен технологиям соучаствующего проектирования в госуправлении. Ну, то есть, как люди... Есть институт по 131 закону местного самоуправления. Единственный институт, когда люди могут участвовать в общественном самоуправлении, прям вот сейчас, это общественное слушание, если вы знаете. Да, и вот вы помните, в прошлом мае, потом в ноябре, волнение в Екатеринбурге, да, с участием вот по храму Святой Екатерины. Вот, и, соответственно, есть технологии с участвующими проектированиями, которые помогают этому. Я как раз был куратором двух проектов, которые, ну, скажем, были пилотные. Это Волоколамск и Тюмень в агентство стратегических инициатив, когда вот эти технологии применялись. И, собственно, я вам показал один из кейсов Волоколамска, это очень долгая история, могу долго про него рассказывать, когда действительно включают интерес самих людей через определенные технологии, и действительно они принимают решения, пускай не в идеале, но влияют на принятие решений местным муниципалитетам. Это вот тоже есть. Дим, вопросы? Да, еще вопрос от Александра Гончарова. Какие источники финансирования, гранты, госпрограммы можно подключить для развития экопоселения? Какие есть успешные кейсы привлечения частных заинтересованных инвесторов? Какие компании это могут быть? Ну, если экопоселение не институциализировано, то есть не является, насколько я понимаю, да, вот поселком, ну, собственно, это не земли ИЖС, то практически вы не можете привлечь туда официально финансированные муниципалитеты. По идее, вы можете участвовать в движении ТОСов и сами организовать ТОС, и вот закон 131, там прописан на ТОСах, не обязательно ТОС должен быть институциализирован. Это может быть, лучше всего, да, если он зарегистрирован как НКО, вы можете больше денежки на гранты привлечь, но это только про благоустройство. По идее, ТОС может быть даже собранием неформализованным граждан, но они должны быть жителями территории. И вот это большая проблема для экопоселения. Естественно, есть фонд Тимченко, Потанина, фонд президентских грантов, нужно иметь для этого НКО, действующий там, желательно, больше двух лет. Более того, я публиковал даже грант ЕС, вот где-то месяц назад, ну, вот, возможность участвовать в нем, но, естественно, это риски, вы понимаете, политические. Да, и они рассматривают тоже НКО двух лет. Можно вот таким образом работать. Я тоже хотел бы найти стейкхолд, заинтересованные стороны, вот, чтобы привлечь в это, в эту технологию. Вот я разговариваю с разными сторонами. Да, еще один. Да, во-первых, хотел сказать, что в чат я бросил ссылку на группу в Фейсбуке, закрытую Андрея. Закрытую, это не значит, что вас туда не пустят, что, в принципе, Андрей вас всех пустит, потому что... Лишних людей я старался, да, делать изначально для власти, именно, да, так как это мой основной клиент. Вот, ну, соответственно, сейчас там уже все, но, как бы, вот, каких-то рекламных фотографий я туда явно не пускаю. Я могу точно сказать, что вот как я, как пользователь, уже, наверное, год пользуюсь, действительно, много очень интересной информации по ментималитетам и, в принципе, развитию территорий. Поэтому я, как пользователь, могу рекомендовать, там ничего лишнего нет, только по сути. Я хотел добавить Андрею, ему высказывание по поводу движения, как консул европейской сети экопоселений. Дело в том, что в Европе, насколько я знаю, даже на уровне Конституции ЕС прописаны цели устойчивого развития. В этом смысле экопоселениям гораздо проще там существовать, потому что они выходят на любую площадку и говорят. Итак, мы за устойчивость, за развитие гроссрут-иннициативств, то есть на базе каких-то снизу активностей, мы вот продвигаем этот образ жизни, и этот язык понятен всем – чиновникам, бизнесу, другим гражданам. Здесь, конечно, у нас пока не так все это развито, но моя точка зрения, что эта тенденция будет даже развиваться, и у нас будет больше, да, вот как раз Андрей показывает. Я демонстрирую, у меня в слайде были эти цели, ну, про ООН, да, собственно, да, они прописаны, и действительно у нас есть проблема, может быть, знаете, коллеги, ключевая проблема в России вне последовательности действий. Как во времени, так и параллельно. Мы думаем одно, говорим другое, делаем третье. И вот это, ну, вопрос, который… А вот в деревне, работая с сельскими поселениями или в экопоселении, мы, так как в одном пространстве, соседи, мы можем все-таки вот это сгладить, этот лаг, да, между думаю, говорю и делаю. И вот это возможность некоторая, но при этом нужно понимать четко все, выстраивать цель. Я могу сказать еще добавить, что Гузель Санжапова, наверное, сейчас самый успешный социальный предприниматель и развиватель сельской территории у себя под Екатеринбургом, она в своих презентациях уже использует именно цели устойчивого развития и показывает, как ее деятельность соотносится с этими целями. Поэтому я думаю, что вполне очень хорошая идея, надо ее поддерживать и уже вводить у себя, когда вы где-то выступаете, представляете. А вот, Андрей, следующий вопрос. Оксана руку поднимала, да? А, дайте мне, пожалуйста. Там еще вопросы есть в чате, да? Или как, или сначала… Ну, давай в чате поднимаем, а потом включим видео. Да, хорошо. Нет, прошу прощения, у меня нет вопросов. А, нет? А, хорошо, тогда опустим, 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 да, значит, случайно нажат. Кристина, есть ли депутаты или другие представители власти, которые поддерживают движение экопоселений, родовых поместьй, помимо родной партии, чья работа направлена на улучшение контакта власти и таких сельских территорий? На что сейчас можно опереться начинающим, готовым к открытой работе и легализации? Ну, первое, вот, чтобы я посоветовал начинающим пойти в муниципалитет и декларировать то, что вы хотите. Второе, общаться местными ТОСами. Если говорить о депутатах, ну, смотря какого уровня, вот сельского поселения, сразу с ними общайтесь. Вот вы знаете, пока я сам не работал с чиновниками, еще там, может быть, пять лет назад, да, это же вот в моем восприятии дистанция чиновник или там, тем более, глава администрации или там губернатор – это что-то вообще. Да, то есть к ним страшно подойти. Но сейчас, так как это обычные люди, они очень умные чаще всего, да, они действительно балансируют очень много интересов. Не бойтесь, общайтесь с ними, обращайтесь к ним. Вот это и есть когнитивный диссонанс. У нас есть стереотип этих людей, а он отличается часто от реальности. Если даже на уровне Государственной Думы, Советы Федерации, я общался с несколькими сенаторами, не буду, и Советы Федерации, не буду называть их фамилии и регионов, которые в этом заинтересованы, они есть в группе, и меня читают, да, депутаты Думы. Но, к сожалению, вот разрозненность у нас очень сильная законодательность. Ну, не дали вам вот это, вы слышали, гильотина законодательная, да, она работает. Потому что, скорее, лучше убить уже вот законы, которые уже никто не знает, да, которые наплодили в свое время. Разговаривайте. Это ключевое. Еще один ключевой, с кем вам стоит поговорить, стройка поселения. Друзья, запомните, общественный представитель ОСИ, очень сильные люди в некоторых регионах. ОСИ, агентство стратегических инициатив, является, ну, ключевым, наверное, ну, чтобы было понятно, куратор программ, президент, да, является, соответственно, членом председателями для этого Совета ОСИ. И вот не все там, конечно, просто. Я сам во многих проектах участвовал, форсайт флота, вот 100 городских лидеров, я ментор вам сказал. Воколамской Тюмени был. Таких городов, проектов внутри, где вот мы тестировали новые взаимоотношения с сообществом, в том числе, горожанами. И вот, но это, тем не менее, большой ресурс. Общественные представители ОСИ, вот они сейчас уже по разным направлениям, по городской среде, по развитию, благоустройству. Вот попробуйте, иногда они очень меняемые люди. Дим, точки, да. Я так понимаю, еще от Сильвии комментарии. Мне кажется, что еще хорошо поработать с оставшимися жителями близлежащих поселений. Да, да. Вы знаете, микро напоследок, когда вот в 10-м году мы начали организовать красивую сказку, у нас была пара, девушка и негр. И в местном, значит, селе, когда мы туда приходили, женой Молоком, сказали, негри оккупировали наши поля. И вот, пока мы не стали объяснять, что это один из всех, вот этот домысел бродил, страшный и ужасный, что сейчас сюда приедут все Африки. Да, или, по крайней мере, большая ее часть. Общайтесь, разговаривайте, убеждайте, покупайте у них местные продукты, обменивайтесь. Вот это очень важно. Из этих малых дел состоит очень большое дело, которое мы делаем. Вот из этих малых шагов. Вот примерно так. Вот. Да, да, да. Вот именно так и было. Сейчас у нас давно нет этого человека, но тем не менее стереотип в сознании еще остался. Вот тут негри живут. Поэтому общайтесь. Вот. Вопросов больше нет. Андрей, ты как-то хочешь закончить, потому что дальше мы на обед уходим и дальше 15.00. Я хочу, может быть, сейчас какую-то картинку показать в связи с этим. Ключевое, какое-то мне хочется дать резюме. Сейчас я открою презентацию. Вот. Наверное, еще раз. Да, еще маловажная вещь. О нем очень сколь сказал. Вот эта группа должна быть собранием лидеров. Если мы их собрали, договорились, как действительно мы не запускаем развитие, что сельских территорий, что городских округов, если нету согласия администрации первого лица. Если есть, соответственно, вот согласие администрации, можем что-то сделать. Если вот его нет, то просто надо потихонечку с ним выстраивать отношения, потому что главы меняются, а муниципалитет остается. И еще поселением рекомендация. Покажите те преимущества, которые получит муниципалитет, что вы как эко-поселение на них образуетесь. Я вам сейчас один слайдик на этот счет как подсказку покажу. И вы, может быть, потом... Есть методичка в сети моя, Андрей Крылов, развитие инвестиционного климата и бизнес-среды. Так странно звучит. Да, вот это слайдик. Как мыслит муниципалитет? Вот направления, в которых он обычно работает. Инвестиционная привлекательность территории, инвестиционный потенциал. И в данном случае поселение работает в каких сегментах? Это экология, это отчасти создание инфраструктуры, хотя поселение кушает эту инфраструктуру, проразбивает дороги, но они их и строят. Они социальный фактор, потому что они помогают действительно... Ну, например, праздники готовят. Например, у нас это поселение участвовало вне села несколько раз. Это экономика, потому что это фактически потребление местных продуктов, и деньги приходят на территорию. Это трудовой ресурс и человеческий капитал, потому что это хорошие, качественные специалисты приехали. Об учителях речь шла, программистах. Понимаете? Вот в этой матрице мыслит муниципалитет. И постарайтесь показать ему из этой матрицы, какие вещи вы покрываете. Ну, криминальный фактор тоже. И существует там процент криминогенности регионов, рейтинг, что вы действительно спокойные, тихие, адекватные, ни в коем случае не упоминаете, скажем так, запрещенные организации и так далее. Вы свои, вы пришли сюда надолго, декларируйте это, и тогда муниципалитет потихонечку с вами начнет сближаться. Сельские территории еще тем отличаются, что они долго думают, но они присматриваются. Это не так быстро, как в городе происходит. Вот. Нужно время. Наверное, вот, наверное, это. Презентацию тоже пришлю, все выложу. Надеюсь, видео тоже будет и получится. Спасибо. Если что, мои контакты. Небольшая техническая информация, что в следующий раз мы встречаемся.